Всем привет! С вами Доша Коскакдоллар. И сегодня... Что-то у меня с голосом. И сегодня мы с вами будем делать косплей на школьные предметы. Началась школа, начался у кого-то универ, колледж, неважно. Все пошли учиться и получать знания. Поэтому я подумала, что надо снять видео на какую-то такую тему. Все же актуально... А кто... Не могу! Я не поела. У меня слюни везде летят, сопли тоже. Аллергия началась, аллергики. Напишите в комментариях, вы тут, вы живы. Короче, господа, я буду делать косплей на школьные предметы. А именно, на математику. То есть это алгебра и геометрия. На технологию, что необычно. Я хочу на технологию сделать одного персонажа, который точно у вас будет ассоциироваться с этим предметом. Это персонаж из мультика. Ну, короче, смотрите видео, вы поймете. И третий предмет, это русский язык. С него мы и начнем. С чего бы вам начать рассказать? У меня началась аллергия. У меня чешется нос, облазит лицо. У меня сейчас выставлен режим сглаживания на коже. Вы бы знали, что у меня с лицом, что у меня с харей происходит. Это просто кошмар. Хочу пожелать всем удачи в этом учебном году. Обязательно учитесь хорошо. Вам, может, и не пригодится никогда в жизни химия, физика, технологии, другие остальные предметы. Может, вам нафиг не нужна эта математика, алгебра, эти косинусы, синусы. Но, если у вас будут хорошие оценки, вы как минимум уже сможете договариваться с людьми. Я, например, ни шиша не понимаю, ни в геометрии, ни алгебре, но у меня были четверки. Я же как-то смогла до четверок дотягивать. Значит, все-таки мозги-то в этой черепной коробке имеются. Просто хотя бы для родителей старайтесь и учитесь хорошо. А я начинаю делать косплей на русский язык. Кто не поставил лайк под этим видео, тот будет учиться на двойке. Поняли? А кто поставит лайк, подпишет и напишет в комментариях, я буду отличником, у того будут все пятерки. Поняли? Смотрите мне. Ах, да, YouTube замедляют, поэтому, чтобы меня не потерять, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я выкладываю всякие анонтики, как у меня дела, как у меня настроение. О, как раз носок порвался. Все. Что у меня происходит нового в жизни, потому что нового в жизни у меня происходит дофига. Недавно, например, я летала в Казахстан, у моего папочки было день рождения, чтобы с ним там потусоваться, подарить ему подарочек. Все это я рассказала в своем телеграме, поэтому, короче, обязательно подписывайтесь. Вот, собственно, на все предметы, на которые я буду делать косплей. Сейчас русский язык. Я буду делать на технологию, алгебру и геометрию. Алгебра и геометрия, это все-таки математика. Не смотрите, что тут вот это как бы учебники все разные, не от одной фирмы. Отстаньте, поняли? Я школу уже сто лет назад закончила, смотрю на эти учебники, у меня такая просто ностальгия по этому всему. Эх. А мы школу, кстати, снесли, когда я ее закончила. Мои дорогие, вы знаете, что сейчас я живу в Москве и иногда очень скучаю по родным, хотя я часто их навещаю. И сейчас я расскажу, чем я занимаюсь дома, чтобы не грустить, не чувствовать себя одиноко и всегда быть на позитиве, чтобы снимать еще больше роликов для вас. Например, утром я люблю делать зарядку дома. Это помогает мне проснуться и настроиться на новый день. Кстати, я занимаюсь по видеоурокам, которые я нахожу в отдельном приложении ВК-видео. Там огромный выбор тренировок для людей с разным уровнем подготовки. Также в ВК-видео есть множество роликов с очень крутыми рецептами. Я готовлю себе на обед омлет с помидорами на сковороде. Вообще на кухне люблю включать фоном и просто какие-то кулинарные шоу. Они мотивируют меня на создание собственных кулинарных шедевров. А вечером я с удовольствием смотрю разные кино, сериалы, дорамы, мультфильмы, телешоу, ВК-видео на смарт-тв. А еще плюс, весь контент на платформе абсолютно бесплатный. Можно включать в фоновом режиме. Без всяких замедлений, а еще кучу эксклюзивных роликов от топовых блогеров и в том числе от меня. Поэтому всем советую скачать отдельное приложение ВК-видео и наслаждаться огромным выбором видео. Ссылочку на это приложение я оставила в описании под этим видео. Всем советую скорее скачать. А еще для вас клевый лайфхак. В этом приложении можно скачать и сохранить фильмы, чтобы можно было смотреть в самолете. Я пошла смотреть кинцо. Давайте, не скучайте. Че смотришь? Скачивай давай. На русский язык я собрала вот такую рубашечку. Классические штанишки. Классические вот эту вот трость Драко Малфе. Или как его батю звали? Люциус. Господи, это я в конце учебного года. Ремешок, чтобы брюки не спадывали. Целлендер. Вот такие вот кругленькие очки, которые, зараза, вышли очень-очень дорого. Это какие-то имиджевые. Но мне очень понравились, как они на мне сидят. Но если они не будут вписываться в концепцию всего образа, то я их уберу. Бабушка вот такая вот, чтобы чуть-чуть придушиться. И, соответственно, перчаточки. Тросточка, цилиндр такой, вайп, русский язык. Ну, понимаете, Пушкин. Вот это вот время вот. Как раз хозяева сняли выпуск с прятками. Вот, актуалочка, короче, будет. Хо-хо-хо. О, прическа. Я хочу сделать вот такие прямые и вот так. Чтобы вот, вот. Ну, короче, я надеюсь, я правильно объясняю. Поехали. Откуда у меня столько энергии? Я не понимаю. У меня есть рюкзак детский со спайдерменом. Я хочу переодеться в дефолтную школьную форму. Там, типа, футболка какая-нибудь, джинсы. Взять рюкзачок, закинуть его за ше... За этот, за... Фу. Я забыла, как разговаривать. Закинуть рюкзачок, короче, за спину. Вот так вот с ним хо-хо-хо, идти, идти, а потом в какой-то момент обернуться. Из него достать учебник. И такая хоп-хоп, переход. Поняли? И на переходе я буду вот в этом всем, вот в этом челюбоплеже мупе. Лукоморье ду... Ладно. Я сделаю, скорее всего, нюдик, потому что тут особо ничего не надо. И мушку хочу сделать вот тут вот. Кто не шарит, что такое мушка, это родинка вот тут. Такую. Ой, извините. Не по-русски начала разговаривать. Мой любимый SPF-крем от ДРГ. Использую в качестве базы. Плюс он уже идет с оттеночком. Вот такая красота получается. Сейчас я сделаю просто нюдик, потому что все-таки в том веке, когда жил Пушкин, женщины сильно не красились. Потому что было нечего. Сейчас я вам расскажу секреты тех времен, тех женщин, которые жили в том веке, когда жил Пушкин. Самый главный секрет красоты тех женщин, почему они получались так красиво на картинах. У них была такая безупречная кожа, у них была томная такая бледность, аристократическая вот это вот все. Самый главный секрет в том, что они пили р... пить р... ни в коем случае нельзя, ребята. Это ужасно. Но в те годы женщины выпивали каждый день по чайной ложке р... для того, чтобы быть как раз-таки вот такой бледной, томной. Им постоянно было плохо. Они постоянно... Они носили суперутягивающие корсеты. Им нечем было дышать. Некоторые даже во время беременности носили такие утягивающие корсеты. Короче, женщины в те годы прям жестко парились по поводу внешности. Настолько жестко, что пили яд. Это было просто ужасно. Я когда смотрела документальный фильм о тех годах, о красоте в те годы, я ужаснулась. Поэтому, девочки, наши с вами вот эти вот косметологи, вот эти вот губки чуть-чуть мы подкачали, еще что-нибудь сделали. Это полная фигня. А, почему женщины в те годы на картинах получались невероятно красивыми? Вы в курсе вообще? Потому что тогда, в то время еще был фотошоп. Вы прикиньте, художники, которым платили огромные деньги, специально эти художники делали женщин в кадре намного красивше, чем они являлись на самом деле. И поэтому вы сейчас смотрите, когда ходите по каким-то галереям, по каким-то еще там выставкам, и смотрите суперстаринные картины, поэтому все женщины там очень-очень красивые. Я вам больше скажу, даже Клеопатра пользовалась фотошопом. Ну, не Клеопатра, не помню, как ее звали. Короче, из времен Египта, из вот этого всего, не помню, как звали эту тетушку, она тоже пользовалась фотошопом, прикиньте. Она тоже говорила, ну-ка, давай меня покрасивше рисуй, а то я тебя съем. Я из тебя ванну сделаю, буду купаться. Она купалась в женской крови, прикиньте. Она в ней купалась для того, чтобы казаться моложе, чтобы у нее был омолаживающий эффект, вот эти вот все дела. Методы быть красивой у женщин в супер давнее время меня поразили, меня шокировали. Сейчас сделаю нюдик, я буквально нарисую брови, припудрюсь, реснички сделаю, румяшки и мушку вот тут, и все. Давайте, до связи. Господа, пожалуйста, мне надо писать в комментариях, а это не похоже на Пушкина. Я не делаю косплей на Пушкина, я делаю косплей на школьные предметы, окей? Я просто вдохновлена образом Пушкина и образом того времени. Ну согласитесь, русский язык напрямую ассоциируется с, значит, Пушкиным. Потому что у Лукоморья дуб зеленый, вот эти вот все замечательные стихи, это все ассоциируется с русским языком. Я вот так вижу русский язык. Барюки. И те же пассатижи. И носки с уточками. Details. Я думала, Пушкин носил носки с уточками, вы как думаете? Печицон я уже сделала на Дайсон, между прочим. Вот так вот завела, чтобы они вот так вот торчали. Торчат? Торчат, не торчат? Посмотрите, пожалуйста. Бабушка, я понятия не имею, как застегиваются бабочки, поэтому сегодня будет мой первый раз. Не ругайтесь, господас. У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь надувитом, дудудувитом. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Без жилетки я какой-то фокусник. Может, у меня пиджак стоит? Смотрите, реально. Перчаточки надела и все. И пошла. У меня только кожаный пиджак есть. У меня другого нет. Почему я не купила пиджак? Нет, я купила пиджак, но я его, короче, разрисовала. И причем разрисовала неудачно. Видите, тут уточка. А если заправить? А если заправить, то точно. Ну я какой-то фокусник, а не как будто я... Блин, Пушкин. А че это за хрень? Это же не Пушкин. Вы посмотрите, это вообще не Пушкин. Мне не так хотелось. Кринжовый фокусник на детском празднике. Похоже, нет? Я прям кринж. А че делать реально? Может, перчатки лишние? Ой, а перчатки реально лишние. Я с перчатками просто прям фокусник. Если я просто хвост сделала, интересно, красиво будет, нет? Хвостиками в то время ходили, нет? Мне кажется, очень даже ходили, очень даже, даже бегали. О, подождите, вот теперь не фокусник. Вот теперь другое дело. Ну вот, ай, жених. У меня скоро дуэль. Как думаете, выиграю, не выиграю? Короче, я поехала снимать. Давайте. Русский язык у нас готов. Теперь технология. Сейчас я буду делать косплей на гаечку. Скажите, правда, единственное, у меня не такие длинные волосы, как у гаечки, поэтому я думаю сделать или гаечку, или пина из смешариков. Потому что мне кажется, пин из смешариков, это прям, ну, супер мемный пингвин, который все мастерит. Я сейчас еще подумаю, но я очень сильно хочу сделать гаечку, потому что она и технология, это прям один в один. Короче, я сейчас еще подумаю и вернусь. Ой, ключ выпал. Вот это гаечка, вы зацените. Я сделала себе ремешок, на который сделала плоскогубцы и вот эту вот штучку, короче. Два ремешка. Боди. Тут грязюку нарисовала, тут грязюку нарисовала, тут надела вот эти очки, которые были у... Ну, гаечка и перчатки еще. Ну, скажите, бомболыла, я сейчас описываюсь. Это просто шикарно. Кто хочет себе такого же учителя по технологии, пишите плюсик в комментариях. Короче, гаечка получилась мощная. Иду снимать. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от пинта. Ребятушки, напоминаю, угарнейшие, неимоверно смешные кружки во всех моих образах. Дантес, я взываю тебя на рэп-дуэль. Посмотрим, кто из нас лучший гэнг тащит. Дуэль обещает быть убойной. Возможно, даже тех, которые вы еще даже не знаете, вышли или не вышли. Супер угарные кружки, короче, у меня в телеграм-канале. Все мне говорили, самокатчики это самые плохие люди на планете. Я их не слушала, я их не слушала. Я поцарапала лобок подушку. Доброе утро. Фоточки самых новых образов, которые видосы еще не вышли. Но фоточки уже есть в моем телеграм-канале. Поэтому обязательно переходите и подписывайтесь на него. Правда, совсем-совсем скоро наступнет 200 тысяч. За это вам огромное-преогромное спасибо. Гаечку я закончила. То есть технология есть. Русский язык есть. Поэтому сейчас у нас будет алгебра и геометрия. Но я решила заменить алгебру и геометрию, потому что я их терпеть не могу. Извините, уж учителя алгебры и геометрии. Я гуманитарий. Я не понимаю вот этой фигни вашей. Я решила, что я заменю на физику. Потому что на физику можно закрасплеить... Эй... Эй... Чего мне с голосом? Эйнштейна! Это такой угар. Я уже заказала учебник по физике. Вот эту вот прическу Эйнштейна. И можно так угарно это все сделать. Вот эта... Физика. Последний финальный образ. Вот такая вот футболочка с числом Пи. Я заказала парик Альберта Эйнштейна для того, чтобы сделать косплей на физику. Потому что Альберт Эйнштейн это что? Это умный дядька, которого можно очень классно закосплеить, нарисовать себе морщины. Вот это вот все. Но мне пришло вот это вместо парика. Что это за мочалка? Вы посмотрите. Я надеваю, и это выглядит просто ужасно. Вот эти проборчики кривые. Короче, это просто ад. Это апокалипсис какой-то. Я не знаю, как я его буду использовать. Он весь летит, и мне квартиру придется после него убирать. Говнище мне приехало, а не парик. А я много достаточно за него заплатила. Короче, я прям разочарована. На Альберта Эйнштейна не буду делать косплей, значит. Значит, сделаю косплей на Франкенштейна. Франкенштейна. Все, кто смотрел Монстр Хай, шарят. Что? Франкенштейн, девочка. Вот эта девочка, у нее черно-белые волосы. Я постараюсь сделать себе белую прядь и черненькие как-то добавить. И посмотрим, как это будет смотреться. Ну, вот такая вот я теперь. Сейчас иду делать, короче, первый кадр, где вот такая. И потом второй кадр с перевоплощением во Франкенштейна. Слушайте, а аутфитик-то бомбалейла. Зацените, какая у меня мини-юбочка. А внизу... Ха! Шорты. Извините. Короче, вот такой вот школьный аутфитик в стиле Франкенштейн из Монстр Хай. Сейчас я буду делать шрамики на шее, на лице. Скорее всего, эту рубашку потом придется выкинуть. Обидно, конечно, грустно, печально. Ну, да и фиг с ним. Зато косплей будет шикарный. По поводу волос. Я думала-думала, что сделать, что сделать, что сделать. Решила ничего не делать. Извините уж, но у меня Фрэнки получится в моем стиле. Но зеленый цвет кожи, я думаю, я вряд ли буду делать. Давайте, до встречи. Ребята, это полный разнос, вы зацените. Ну, это прекрасно. Я решила сделать именно вот такой вариант. Надела белые перчаточки, чтобы не пачкать ничего вокруг. Потому что в прошлый раз, когда я сделала зеленые руки, я запачкала вообще все. И мне пришлось перемывать всю квартиру. В этот раз я сделала такой красивый, сдержанный нютик. Оцените, как вам. Мне кажется, получилось очень красиво. Такое зелененькое личико. Такие шрамики. Ну, вообще. Побежала снимать ТикТок, и вы его обязательно увидите. Ну, что ж. Вот такое вот получилось видео. Надеюсь, вам понравилось то, что я сделала. Обязательно пишите в комментариях, какой именно косплей предмет. Я даже не знаю, как это назвать. В общем, что именно вам больше всего понравилось в этом видео, какой именно предмет вам больше всего зашел. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели это видео, подписались, нажали пальчик вверх и написали свой комментарий. И также в описании есть ссылочки на все мои соцсети. Обязательно переходите, подписывайтесь. Я вам буду очень-очень рада. Например, в своем телеграм-канале или где-нибудь еще. Ну, а с вами была Доша Коскакдоллар. И по традиции, subscribe to my channel Pellisi. Не забудь поставить лайк.